Надежда Мамаева. Невеста идёт в наследство. Ещё никогда человек не был так близок к вершинам мудрости, как при написании завещания, а при составлении резюме он и вовсе оказывался в шаге от идеала. Такие мысли возникли у меня по прочтению письма от нотариуса. Да, именно так я и подумала, только матом. Покойный Антуан фон Грейт наверняка чувствовал себя едва ли не гением, когда диктовал последнюю волю. Но, сдаётся, совершенно незнакомый мне старик просто сошёл с ума. Я положила письмо на стол и задумчиво посмотрела в окно. На улице, в золотом бальном платье, танцевала осень. Я мыслями вернулась к только что прочитанному. Если верить строкам, выведенным каллиграфическим почерком, то мне причитается половина немалого состояния покойного, но при условии, что я выйду замуж за его внука, Ульриха фон Грейта. С учётом того, что эту фамилию я слышала впервые, то была, мягко говоря, озадачена. В столице сотни тысяч молодых незамужних девушек. Почему именно я? И как вообще старик Грейт узнал о существовании Элисон Байри? Да и чем могла привлечь внимание пожилого аристократа невысокая полноватая дурнушка? Ведь именно такой меня и видели почти все мои знакомые, иллюзия была качественной, и на то, чтобы носить её, не снимая, имелись свои веские причины. Как? Почему? И главное, зачем? Эти три вопроса не давали мне покоя. Может быть, ответы на них даст его внук Ульрих? Но этот самый Ульрих оказался хуже крылатого шайтана, который выныривает из песков, чтобы сожрать зазевавшегося мага. Стоило только помянуть потенциального коллегу по наследству, и он тут же дал о себе знать. Артефакт связи, лежавший на столе, завибрировал, привлекая внимание. Я активировала переговорник, и по привычке чуть кашлянув, чтобы добавить в голос чарующей хрипотцы, безнадёжно больной грудной жабой старой девы произнесла. «Слушаю». Секундная заминка и сварливо-брюжащий тембр ответил. «Добрый день. Меня зовут Ульрих фон Грейт. Могу я услышать Элисон Байри? Вы с ней самой и разговариваете». От меня не укрылся вздох разочарования, и я услышала. «Мы могли бы встретиться. Скажем, завтра в десять утра. Вам будет удобно?» «Вполне. Мы договаривались о встрече в лучших традициях брокерской сделки. Сухо, чётко, по существу. Не удивлюсь, что завтра увижу перед собой брачный договор, в котором будут тысяча и один подпункт. Что ж, тогда и мне стоит подготовиться. Потому как деньги мне были сейчас нужны позарез. Но ради них вступать в полноценный брак с мужчиной, о котором я знаю ровным счётом ничего, нет уж. Зато в моих силах сделать всё, чтобы этот брак стал фиктивным. А вот наследство после него, самому что ни на есть, настоящим. И моё главное оружие – это первое впечатление. И чем более ужасным оно будет, тем для меня лучше. Так что держитесь, господин Грейт. Вам достанется самое страшное из невест. Это я заявляю как декоратор-иллюзорник, от чьих декораций режиссёр приходит в восторг. А зрители, пришедшие на триллер, – в ужас. И в этот момент триумфа женского коварства мне бы выпрямить спину, гордо вскинуть подбородок, но когда зудит под лопаткой, как-то не до эффектных поз. Поэтому я извернулась и с наслаждением почесала кожу. И ведь свитер на мне был объёмный, бесформенный и столько раз постиранный, что колодца ему уже было просто нечем. Да, и не любила я неудобную одежду, не признавала её как класс. Широкие джинсы, кроссовки – что может быть лучше? Такие вещи давали свободу движениям, скрывали фигуру, не жали, не давили. Метка на коже снова засвербела, напомнив о себе. Вот ведь вообще-то вязь символов, что сейчас украшала часть моей спины и плечо,